...подготовки с практическим применением войск. Одним из ключевых будет оперативно-стратегическое учение Центр-2011. На брусчатке Красной площади сводный полк военно-воздушных сил России, возглавляет который генерал-лейтенант Виктор Бычков. Первыми в составе полка проходят военнослужащие Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина. Среди выпускников академии более тысячи героев Советского Союза и Российской Федерации. 61 из них удостоен этого высокого звания дважды. Выпускники центра. Первый космонавт Юрий Гагарин и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Перед трибунами проходят курсанты Воронежского военного авиационного инженерного университета. Возглавляет парадный расчет начальник университета Генерал-майор Геннадий Зибров. За время существования университета Подготовлено более 20 тысяч специалистов авиационного тыла, Метеослужбы военно-воздушных сил И 3,5 тысячи офицеров, специалистов радиоэлектронной борьбы. Многим из выпускников этого учебного заведения Предстоит осваивать и обслуживать Новейшую авиационную технику, Поступающие уже сегодня в войсках военно-воздушных сил. Это боевые вертолеты Ми-28 и К-52, Фронтовые бомбардировщики Су-34, Истребители Су-27СМ, Учебно-боевые Як-130. Мимо трибун проходят курсанты Ярославского военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил. Парадными расчетами командует Генерал-майор Владимир Мартынов. В стенах училища получили боевую закалку И глубокие профессиональные знания Многие командиры, Которые сегодня командуют Объединениями и соединениями Войск ПВО. На главной площади страны Полк военно-морского флота, Представленный морскими пехотинцами 336-й отдельной гвардийской бригады Береговых войск Балтийского флота. Командует полком, командир бригады Гвардии подполковник Юрий Бойченко. У военно-морского флота Поистине героическая биография. Славные морские и боевые традиции. Он по праву является предметом гордости и любви Граждан России. Чудеса мужества и героизма Проявляли в годы Великой Отечественной войны Воины морской пехоты, Защищая Одессу, Севастополь, Новороссийск, Ленинград, Высаживая морские десанты в Прибалтике, Восточной Пруссии и Заполярье. Сегодня военно-морской флот Успешно решает задачи в интересах Обеспечения морской безопасности И обороноспособности государства. Его личный состав Вносит весомый вклад в формирование Нового облика вооруженных сил Российской Федерации Практическую реализацию Морской доктрины России, Активно способствуя Укреплению оборонной И экономической мощи государства. Торжественным маршем Проходят сводный полк ракетных войск Стратегического назначения. Во главе парадного расчета полка Начальник Серпуховского военного института Генерал-майор Алексей Коннов. Перед трибунами проходят курсанты Серпуховской военной академии Имени Петра Великого. В этом году это учебное заведение Отметило свой 70-летний юбилей. Здесь готовят специалистов Для мобильных ракетных комплексов Ярс и Дополь-М, Которые в будущем Составят основу ударной группировки Стратегических ядерных сил России. Ракетные войска стратегического назначения Войска постоянной боевой готовности Несущие непрерывное дежурство Ежесуточно на боевых постах В составе дежурных сил Находится около 6 тысяч человек На Красной площади Сводный полк космических войск Парадные расчеты Возглавляет генерал-майор Александр Головко Сегодняшний военный парад Проходит в год десятилетия Со дня образования космических войск И 50-летия первого полета человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина Сегодня из стен института Выпускаются высококлассные специалисты По эксплуатации автоматизированных систем управления Ракетно-космической обороны И контроля космического пространства